Субтитры подогнал «Симон» Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о турецкой бане. Давайте рассмотрим, что нам пригодится для процедуры пилинга. Это называется кесе. Это такая рукавица. Она состоит из шерсти, шелка и вискозы. Особое переплетение волокон позволяет нам проводить процедуру пилинга. Никакие другие компоненты для этой процедуры больше не требуются. Это называется пештамар. Он может быть красного, может быть синего цвета. Это традиционные цвета пештамара. Он служит для того, чтобы прикрывать клиента и, опять же, на нем очень удобно лежать. Ну и еще нам потребуется шампунь. Для начала мы поливаем нашего гостя. Вода должна литься из обеих мисок одновременно и равномерно. Воды не жалейте. Следите, чтобы вода не попадала на лицо. Температуру воды проверяете, как детское питание. Если вам комфортно, значит, в гости тоже комфортно. И в таком состоянии мы оставляем его где-то минут на пять. Начинаем мы пилинг с лица. Учтите, пожалуйста, что лицо – это не спина. И пилинг нужно производить очень мягко. Начинаем мы с лица потому, что потом мы перейдем на ноги. И это будет не совсем эстетично, если мы будем делать наоборот. Движения очень мягкие. Второй рукой вы можете контролировать поворот головы. Сильно тереть не нужно. В среднем по каждому участку кожи мы проводим от трех до пяти раз. Движения очень мягкие и скользящие. Прорабатываем лоб, потом переносицу, щеки. Следите за тем, что если вы переусердствуете, то вы можете оставить кровоподтек. Сами понимаете, мы такого допустить не можем. Поэтому контролируйте, пожалуйста, свою силу. Клиент вам доверился. Оправдайте, пожалуйста, его надежды. Если гость у нас мужчина, не ведите пилинг против роста щетины. Ухо. За ухом. И с другой стороны то же самое. Вливайте воду аккуратно, чтобы вода не попадала в глаза. Переходим на ноги. Начинаем мы пилинг со стопы. Движения идут толкательные от себя. В среднем по одному месту мы проводим от трех до пяти раз. Вы начинаете чувствовать, что луковица идет намного легче. Это означает, что кожа в этом месте уже отшелушит. Потихонечку поднимаемся от стопы к бедру. Особое внимание уделяем колену. Несмотря на то, что процедура несколько грубоватая, она в любом случае для клиента должна быть приятная. Поэтому не поленитесь и спросите, с какой интенсивностью и с какой силой вам работать. То же самое делаем на второй ноге. Переходим на луку. Здесь движения мягкие, круговые. Мы с ними знакомы. Кожа здесь очень нежная, поэтому мы сильно не ущербствуем. И потихонечку уходим наверх. Если гость у вас женщина, то доходим до молочной железы, прорабатываем под молочной железой. Обязательно обходим зону сосков у мужчины, у женщины обходим молочные железы. По этим частям тела мы не работаем. И сразу переходим на руки. Прорабатываем каждый пальчик. Руку не надо держать на весу, но следите, чтобы она не ударялась о камень, потому что это больно. И для того, чтобы проработать в тыльную сторону и под мышку, мы переводим руку наверх. Учтите, что кожа здесь очень нежная, поэтому не переусердствуйте. Делайте особое внимание локоточкам. Мы на них облокачиваемся, поэтому лишней кожи может быть очень много. Чтобы не ползать по камню, вы можете выработать со второй рукой в таком положении. Очень удобно. Многие клиенты пугаются того количества кожи, которую они в результате пилинга видят вокруг себя. Не нужно пугаться, это не грязь, это омертвевший слой кожи, верхний слой эпидермиса, который необходим отшелушивать для хорошей регенерации кожных клеток. Теперь мы смываем все, что мы отшелушили, и переворачиваемся. Оставляем свободные концы пештамара с двух сторон, чтобы клиент, независимо от того, куда он повернется, не испытывал никаких неудобств. Прошу. И продолжаем процедуру. Многие турки скажут, это шоу. На самом деле это не шоу. Это если клиент очень боится щекотки, таким действием мы немножко прибиваем рецепторы, чтобы не было щекотно, если клиент очень боится щекотки. Вообще турки очень любят петь песню. Здесь очень хорошая акустика. Прислоняя руку к камню, вы выполняете две функции. Во-первых, вы смачиваете рукавицы, и тогда процедура пилинга идет более комфортной. Во-вторых, поскольку камень горячий, вы прогреваете руку. Педикюр вы здесь не сделаете, но немножко снять лишнюю кожу на пятке вы сможете. И переходим сразу на спину. Особое внимание уделяйте шее и плечам, потому что на плечах мы носим одежду, и здесь кожа у нас больше всего. Процедура пилинга закончена. Приступаем к процедуре пенного мытья. У нас есть вот такая подушка, благодаря которой мы вот таким вот способом создаем мыльную пену. Запомните, пена должна быть горячей. И создаем вот такой пенный сугроб. Попробуем. Музыка. Продолжение следует... И начинаем процедуру пенного мытья. Здесь идут движения классического турецкого массажа. Только вместо масла у вас ныльная пена. Движения широкие и выжимающие. Особо уделяете движению лимфодренажу. Чтобы вы не скользили, вы можете коленкой вставать на пештомат. Движения широкие и выжимающие. 40 минут. Это оптимальное время для этой процедуры, чтобы клиент не перегрелся на этом камне. Субтитры сделал DimaTorzok Я специально показываю разные движения на одной и на другой стороне, чтобы вы могли выбрать, что вам больше нравится. КОНЕЦ 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 Завершаем процедуру с убирающим движением по спине. Первый легкий поверхностный, второй более медленный и третий самый медленный, самый тщательный. Немножко вытягиваем на шею. Переворачиваемся. Процедура та же самая. Здесь следите, чтобы пена не попадала на лицо. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 И теперь заворачиваем нашего гостя в полотенце. Ну вот и все. Наша процедура закончена. После этого можно предложить гостю турецкий чай. Церемония пилинга – это очень приятная процедура. Ведь не каждый день можно позволить себе такую роскошь. Я очень надеюсь, что вы по достоинству оцените все прелести турецкой бани. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова